несколько лет назад никто не подозревал что наступит времена когда весь мир наденет на себя маски и будет жить в контексте постоянных ограничений которые связаны с пандемией хип-хоп это такая же часть нашего мира и нашей реальности и естественно эта индустрия тоже встретила двадцатый год будучи не готовой ко всем вызовам окружающей среды но однако жанр не умер хотя его предсмертных конвульсиях уже принято говорить как о факте но на деле мы видим что даже двадцатый год стал для кого-то прорывным на все это есть разные точки зрения так давайте же вспомним как мы пережили один из самых трудных периодов для хип-хоп индустрии с вами канал убивая бпм мы начинаем поехать главная боль 2020 пандемии и ограничения нет концертов стоят площадки отменяются туры работы нет ни у кого все считают убытки по состоянию на октябрь прошлого года концертная отрасль в россии потеряла из-за эпидемии не менее 30 миллиардов рублей при этом и будущее 21 тоже обещал быть нелегким работники сферы прогнозировали что на восстановление концертного рынка понадобится несколько лет тем временем ряд концертов переносились 21 на 22 год но в конце 21 года мы с уверенностью можем сказать концерты все же выжили а некоторые артисты даже сейчас умудряются ездить в тур пусть и с некоторыми трудностями проводятся даже многотысячные стадионные перформансы правда с известными ограничениями но люди все равно приходят послушать своих любимых артистов так что пандемия в двадцатом стала конечно сенсацией но быстро превратилась фон жизни на этом фоне хип-хоп существовал так как будто никто и не замечает творящегося вокруг давайте же перейдем непосредственно к рэпу и в этом нам поможет статья с портала кармаполитен нравится вам это или нет но моргенштерн главный артист двадцатого года считать его рэпером или нет это вообще главный вопрос у так называемых трушных исполнителей но формально он вполне к рэпу относится тем более что начал год с масштабного клипа с легендой сцены бить я как моргенштерн построил свою популярность на коммерциализации жанра там живым символом избытка денег и не самых требовательных слушателей на российской рэп-сцене кто-то относится к моргенштерну с отвращением видя в нем очередного антихриста убивающего настоящий рэп а кто-то по-доброму угорает с его перформансов рассматривая очередные рекорды прослушиваний в качестве эдакой панковской сатиры на современную музыкальную индустрию ну а большинство судя по этим самым рекордом просто слушают хиты моргенштерна особо не думая о том что все это значит если моргенштерн у строзно распространился далеко за пределы слушателей рэпа то у большинства новых рэперов это сделать получалось все реже русский рэп как будто вернулся в свое до переворотное состояние когда он был интересен лишь в рамках субкультуры новые герои с автотюном бэйби войсом и абсурдистскими панчами много людей их знает за пределами тусовки молодой платон платье но и уже буду двигают если не сам жанр то его русскоязычную адаптацию вперед звучат мощно и свежо но может ли их рэп заинтересовать кого-то кроме слушателей рэпа 20 с еще большей наглядностью показал чтобы быть популярным музыки важно не только сама музыка но и личность что из себя как личности представляет стильные но безликие трэп артисты нового поколения из их треков понять сложно ведь они читают об одном и том же правда уже в 21 многим стало ясно что многие новые лица в жанре надолго свою перспективность доказали ребята из melon music буду и платина взяли новые вершины да и вообще новый русский рэп все чаще стал оказывается в мировых топов а ведь когда-то старт симуэтом удал именно 20 и очень крутой буст стриминг сервисов который получился во многом благодаря пандемии например треки кизару из прошлогоднего альбома довольно часто облетали не только россию но и весь мир музыкальный рынок и механизмы его работы стали доминирующей темой двадцатом году а приходе спотифай в россию говорили в десятки раз больше чем о новом альбоме монеточки а взлет моргенштерна оценивали в количественных они качественных категориях что все это значит индустриальная логика наверное отрицательно повлияло на оценку музыки в том числе и критиками если раньше в первую очередь осмысляли культурную ценность музыки то сейчас первым делом думают о ее рыночных и чартовых перспективах и это по мнению некоторых критиков плохо приравниваете рыночный успех культурной значимости значит обращать внимание лишь на самое заметное что попадается в инфополе игнорировать то что происходит дали от радара при том что именно underground производит и подкидывает топливо для хода мейнстрима но не только новичками нам запомнился 20 на фоне движухи фрешманов старые рэперы в двадцатом стали реальным глотком свежего воздуха великолепный сольник выпустил джамал из три агрутрики удивив симбиозом трогающих текстов о своей зависимости с современным звучанием контейнер сделали долгожданный альбом старом лоу фай стиле ставший самым прослушиваемым в их дискографии наконец рыночные отношения освободились из тюрьмы и выпустили номерной альбом 2020 с бразильцем и остом уверенно соперничавший по прослушиванию аж самой монеточкой все эти ребята показали что во первых настоящий рэп жив независимости от моды а во вторых он востребован одна из самых вдохновляющих историй двадцатого номинация на грэмми неизвестного битмейкера и манбека из казахстана написавшего вирусный ремикс на трек цейн джона однако это не все заметные ремиксы манбека его переработка трека геопики фонтанчик с дельфином тоже была крайне интересной переработанная версия популярного на ютюбе трека про российскую тюрьму стала очень популярной в турции собрала впечатляющее количество прослушиваний однако геопику слушают и без ремиксов его треки с необычным флоу мощной лирикой в которых нет и намека на новый звук собирают миллионы просмотров на ютьюбе часто коллаборатор геопики трусиниз барнаула тоже 20 увеличивает свою аудиторию он пишет шансон рэп о своем тюремном опыте и судя по интересу слушателей такая музыка в двадцать первом и двадцать втором точно не затеряется об этом же говорят цифры последнего альбома мияги и инди панды биты их сверх популярного ямакаси выдержаны в старом стиле а в текстах сделан упор на сознательный хип-хоп консервативная аудитория которая хочет слушать рэп про район и смысл жизни они про тусовки и клубы оказалась на удивление просто гигантской и судя по тому что жизнь в россии и в мире в уходящем году сильно осложнилось суровый рэп о преодолении обстоятельств будет лишь востребование что происходило со стороны бизнеса в русском рэпе независимым лейблам стало все сложнее конкурировать с мейджорами за артистов и это стало фактом 20 все больше крупных музыкантов подписывают контракты с крупными лейблами все меньше предпочитают работать с небольшими командами на собственные средства исключение это melon music которые до сих пор почти всем составом сотрудничают отнюдь не с каким-нибудь мейджором а с лейблом c плюс если возвращаться к большим игрокам то мы можем только догадываться связан ли уход тимати с black star со смертью небольших компаний но проблемах организации в связи с клипом москва и пандемии говорил и сам пашу глава черной звезды тимати же после ухода продал свой каталог лейблу the orchard дочерней компании sony music с этим же лейблом сотрудничает оксимирон в девятнадцатом ушедший из букин машин единственными заметными объединениями на русском рэп рынке остаются газгольдер баста и новый но уже набравший обороты лейбл скриптонита музыка 36 учитывая что эти лейблы сотрудничают друг с другом вряд ли можно говорить о конкуренции которая была во времена господства black star газы и респект продакшн а также развитие независимых музыкальных компаний вроде бе-м перебив охрану влезь на территорию богемской рощи или увидеть церемонию иллюминатов ярчайшими рэп событиями двадцатого стали альбомы хаски и лсп первый показал виртуозную работу с текстом и удивил новым звучанием второй спровоцировал комьюнити провокационным релизом свиной рыло и порадовал фанатов сложно сочиненным проработанным финалом трилогии городских альбомов лсп еще раз на нее взгляни тихо шханок и два альбома олега звучат необычно для рэпа двадцатого популяризатор автотюна лсп ушел в такого звучания хотя в двадцатом автотюном пользуется каждый первый зато на двух альбомах лсп можно встретить самые неожиданные вещи от шансона до джаза хаски ушел в авангардное чуть ли не лофайное звучание как всегда сосредоточившись на текстах но при этом сделал наверное самый приятный автотюновый трек года никогда не будет так можно ли говорить об упадке русского рэпа глядя в хитрые глаза моргенштерна вряд ли да что-то в двадцатом точно умерло например вера во многих людей в жанр но ведь и пришло в индустрию много новых совсем не связанных с хип-хопом слушателей кажется помимо того что умерла в рэпе многое в рэпе родилось двадцатом году а как вы оцениваете этот год пишите свое мнение в комментариях ставьте лайки и подписывайтесь на канал всем пока